19 июня около 20 альпинистов пройдут по трём маршрутам, по которым в 1920 году осетинский народ спасался от грузинских националистов. Их путь займёт три дня. Альпинисты будут останавливаться в местах, где захоронены невинные жертвы. «Это три направления со стороны Дзимр-Хох, это со стороны Кударского ущелья, это со стороны Рокского. Они хотят плитку, на которой будет написано о том, что об этом забывать нельзя, хотят там это закрепить. Мы сегодня не можем дойти до Нагира, где обосновались наши земляки. Они, придерживаясь карантинных норм, может быть, до конца не дойдут, но это так будет лучше. И они обязательно на каждом бугорке, который там есть, они остановятся. Вот почему они три дня будут находиться в дороге». 20 июня будут приспущены государственные флаги по всей республике. Будут возложены цветы и венки к памятнику 13 коммунаров. В 10 часов начнутся богослужения в храмах Осетии, вознесут молитву за жертв геноцида и в храмах Армении. Также 20 числа в 12 часов дня пройдёт общенациональная минута молчания. «После официального выступления президента обращение к народу была объявлена общенациональная минута молчания. Я обращаюсь к каждому человеку, находящемуся в городе. Если вы в эту секунду сидите за книгой, закройте книгу и встаньте. Если в это время вы вышли на улицу, остановитесь. Если в это время к вам позвонили по телефону, отключите телефон и эту минуту, минуту молчания подарите всем, кто погиб и чьи души были закуплены». Я обращаюсь ко всем водителям. «Пожалуйста, остановитесь молча, на секунду. Выйдите из машин. Давайте мы это покажем. Давайте мы покажем силу своего духа. Давайте мы покажем, что мы люди, которые имеют свою память». Сразу после минуты молчания в столице и районах республики в небо будут запущены тысячи чёрных шаров с надписью «Рухсакут». А с 12 часов до 5 вечера в республике ежечасно будет раздаваться колокольный звон. «И пусть набатом в ушах, в сердцах у нас звучит всегда 20 июня, когда не стало одной трети нашего населения, населения тогда Южной Осетии». В эти же часы на театральной площади будет звучать траурная музыка. Во время памятных мероприятий в республике будут розданы листовки, ещё раз напоминающие о том, что такое геноцид и какие невосполнимые потери понесла Осетия в 1920 году. Мы обязаны знать, мы обязаны помнить.